Саранча, капризы климата в последние пять лет значительно проредили состав яснинских фермеров. В отдельные годы с гектара не могли собрать и полцентнера. Выживали только благодаря субсидиям по засухе. И выжили далеко не все. Крупных сельхозпредприятий практически не осталось. В местном ДК аграрии подводят итоги года. Если брать по сравнению с прошлым годом, урожайность, воловой сбор зерна практически в два раза больше. Но вследствие того, что очень сильно были обрушены цены на зерновые культуры, богаче мы не стали. Хлеба собрали больше, но богаче мы не стали. Основной рынок сбыта зерновых для яснинцев – Домбаровский элеватор. Закупочные цены, по словам фермеров, упали прямо пропорционально качеству продукции. Осенью прошли дожди, потерялось качество зерна, упала стекловидность на твердую пшеницу. Проблемы со сбытом и у некоторых животноводов. Так, по словам фермеров, ни одно предприятие в области не закупает мелкорогатый скот. А его в хозяйствах Яснинского городского округа более 4 тысяч голов. Его сдают перекупщикам из Челябинской и Свердловской областей. Тем не менее, настроения на будущий год здесь положительные. Повышать урожайность и, соответственно, прибыль планируют за счет сельхозтехнологий. Собственно, именно благодаря им в этом году удалось увеличить урожайность. Надо пахать, обрабатывать, закрывать влагу, вносить удобрения, протравливать семена. И потихоньку в хозяйствах руководители остались уже те самые такие крепкие. Они понимают, что к этому надо возвращаться. Сегодня хозяйства области могут рассчитывать на меры поддержки различных отраслей сельского хозяйства, в том числе растеневодства. Государство возвращает часть суммы, которую фермеры тратят на приобретение элитных семян. Оказывает так называемую несвязанную поддержку, компенсирует часть затрат на агротехнологические работы, повышение плодородия и качество почв. Анна Данилова, Владислав Горбунов, Новости дня.